Продолжение следует... Ну и в-третьих, он воевал в Африке, что тоже интересно. Поэтому давайте посмотрим, что у нас внутри. Итак, у нас в коробке есть всё для хорошего проекта. Набор красок от Абамик, аутентичные цвета. Танкисты от МиниАрт, 5 штук, нам все они пригодятся. Посмотрим инструкцию. Историческая справка. 3D проекции. Цветные развертки. Мы выберем вот этот вот вариант. Как видим, у нас в наборе есть все нужные краски. Вот они. Детали корпуса. Полупальцы и рабочие траки. Посмотрим, что с ними можно сделать. Отлитый многоразъемную форму корпус, точнее его ванна. Это бы хорошо. Башня. Виниловые втулки для катков, это тоже здорово. Стекляшки почему-то только для фар. А где же перископы. Опять корпус. Два литника с деталем ходовой. Точеный ствол, немного травления и декали. В общем, неплохо. Работаем. Клеем от Major Models. Быстрок сохнущий. Сверхотекучий клей. Правда, наносить его глядцы кисти в своей корпорации нет. Чтобы приступить к сборке ходовой части, надо подсобрать корпус. Ставим лобовой лист нижний. Все очень просто. Достаточно просто пролить клеем. То же самое с кормой. Решетка отлита за целой. Это не очень хорошо. Она пытается отломиться. Ворота предлагает собрать рабочую ходовую. Будем пробовать. Срезаем эти шпеньки. Они дадут балансируем возможность двигаться. А потом начнем собирать пруги-элементы. Круссейдер Розацанник Т-34. У него такая же конструктивная подвеска. Это пружинная подвеска типа Кристи. Британцы купили на нее лицензию, так же как и Советский Союз. Но ее пересмотрели по-своему. Все пружины находятся между бортами корпуса. Внешним фальшбортом и внутренним. Все отлично стыкуется. Проклеиваем. И готово. Смотровой прибор мехвода я сделал самостоятельно. Прокрасил зеленым лаком. Набора его нет. Делать будку мехвода с открытым люком вообще не имеет смысла. Никакого элементарного интерьера. Хотя бы смотровых приборов внутри рубки нет. И даже фигурка не спасет, потому что она не сможет перекрыть все. Танк подобен 34-ке. У нее сходная компоновочная схема и точно такие же вздуховоды радиаторов блоком от двигателя. Прикрытые массивными бронировками. Но на этом сходство заканчивается. Спереди ставим люк. Раньше на этом месте была пулеметная башенка, но модификации Mark III от нее наконец отказались. Небольшой ящичек для пальцев траков. Тут их ввозили небольшой запас. А потом приступаем к травлению. На кожухах воздушных фильтров и выхлопов. Вот такие вот травленные корпуса с заклепками. Травление я отделяю от платы на керамической пластинке старым лезвием ножа. А потом зачищаю шпеньки при помощи маникюрной пилки. Очень удобно, рекомендую. Потом нам понадобится гнука ADIS-PI. Очень удобная вещь, которая позволяет сделать работу с травлением гораздо более комфортной. Нужно помнить, что в инструкции бордер почему-то дает зеркально эти детали. И не указывает, что выемки под заклепки должны быть наизнанке. Я сначала ошибся и мне пришлось переделывать. Видео это конечно уже не вошло. Вот такая деталька, в которой нам нужны вот эти маленькие выемки. Быть может вы их разглядите на видео. Проратить заклепки. Аккуратно продавливаем кончиком ножа. Надо не переусердствовать. Иначе у нас при заклепке будут дырки. Готово. Немного клея. И собираем нашу деталь. После этого можно наши выхлопные системы ставить на корпус. Все. Казенная часть 6 фунтовки очень упрощенная. Прям очень. Напомнила старую Томмию или очень старую звезду. А вот с амбразурой случился фейл. Точеный ствол в амбразуру свою вставать очень не хочет. Ничего. Мы с этим справимся. Как же тяжело все идет. Не могли что ли сделать нормально? Ну это же моделизм. Здесь ничего не бывает просто так. Вот и готова наша 6 фунтовка. Если приклеить ЦАПФу. И поставить в них пушку. То ее можно сделать подвижной. Проблема одна. Тяжелый ствол. Все время смотря на пол шестого. Придется приклеить. Ставим нашу орудийную систему в башню. И вот артиллерия готова. Уже не качается. Бортовые ящики напомнили мне танки серии Т-72, Т-64 или Т-80. В которых все нагрузочные полки закрыты ящиками зип и топливными баками. Здесь что-то похожее. Бортов предлагает делать крышки эмоционально открытыми или закрытыми. Но мне кажется, что с такой толщиной пластика открытые крышки будут смотреться абсолютно нереалистично. Надо ждать травления от Voyager. Когда она появится в магазинах пока неизвестно. Но она уже есть. И тут фейл. У нас след от пальца. Случайно я задел пальцем в клею пластик. И теперь надо будет зачистить. Для этого у меня есть вот такая замечательная маникюрная штучка. Не то шпатль, не то стамеска. Я использую такие вещи. И как то, и как другое. На крыше башни у нас есть сварные швы, которые я считаю, что стоит доработать. И очень грубо выполнен и не похожи сами на себя. Мы это будем исправлять. Так, нам нужен острый нож. Скрайбер. Вот такая вот шпаклевка. Это Гринстав и Покси Путти. Вода. Шпатель. И начинаем срезать эти сварные швы. Надо аккуратно их срезать, чтобы образовались такие канавки. Срезаем их просто острым ножом. А потом пройдемся еще дополнительно скрайбером, чтобы канавки были глуже и шпаклевка лучше в них ложилась. Вот так получается заготовка. Теперь дело за зеленкой. Почему зеленка? Потому что при смешивании эти два компонента дадут зеленый цвет. Выделяем сколько нам нужно от общей массы. Потом я смешиваю до однородности. Три, правда, бывают иногда фракции, затвердевшие желтого цвета. Их надо удалить, иначе вы их потом не сможете никак использовать или испортить только деталь. Теперь в воде раскатываем в тонкую ниточку. Как раз наш шпатель для этого и нужен. Или стамеска, кому как больше нравится. Нитка готова. Теперь вход идет с точенной иголкой от шприца. Как раз при помощи нее будет наноситься фактура. Такие чешуйки, характерные для сварки. Очень удобный инструмент. Тоже необходимо смачивать его водой, иначе шпаклевка будет налипать на него, и ничего не получится. Вот такими точковыми движениями аккуратно делаем сварной шов. Все излишки потом можно удалить острым ножом, чтобы было аккуратнее. Вот такие у нас сварные швы. С ними мы закончили. Очередь катков. Стачиваем следы от пресс-форм, а потом я наношу следы износа. Также постоянно движется по довольно дружелюбной местности. Попадаются всякие камни, песок, резина изнашивается, и сколы в резиновых бандажей выглядят очень реалистично и живо. Не забывайте про это. И вот польза виниловых втулок. Катки устанавливаются насухо, без какого-либо клея, и потом их можно снять. Вот она, рабочая ходовая. На башне есть 2-дюймовый гранатомёт. Его использовали стрельбодовыми минами, и он, по сути, только намечен. Необходимо его рассверлить, чтобы он выглядел более реалистично. Наметим отверстие, и потом в ход идут сверла от DSPI. Не всем хороши, кроме одного. Они дорогие. И второго, они довольно хрупкие. Поэтому работать надо очень аккуратно. Гранатомёт готов. Перископы. Они выведены в ноль, но танкисты же живые люди и смотрят в разные стороны. Поэтому повернём наши перископы в разных направлениях. Так будет гораздо живее. Готово. Ликвид хром от молотов. Сделаем фары. Прямо на литнике наносим зеркало, а потом приклеиваем линзу фары. И никакой их не нужен. Шпаклевать нужно только чуть-чуть совсем толкателя на люках. У Крусейдера очень много буксирных римов. По 4 на носа на корму. Стан проушины. И потом необходимо будет заменить болты. Болты на ограждении фар очень невразумительные. Я их заменил на такие от RFM. Очень кропотливая работа, но это того стоит. Также гораздо лучше. Сборку крыши башни лучше завершать, уже подогнав сначала створки люка, а потом уже ставить кормовую часть крыши башни. Она немного нависает на кормовый листом. Сначала я ошибся и приклеил именно кормовую часть башни. И люки не встали. Пришлось отдирать и делать заново. Кронштейн фароискатель. Это отравленная деталь. Поработаем суперклеем. На кронштейн ставим саму фару. И на фаре сразу несколько рукояти для пользования и тоже отравленная. Чтобы не ждать, когда клей засохнет, мы используем активатор. Очень полезная вещь. Раз. И все, клей засох. Куда же без проводки? Не забывайте про проводку к фарам. С ней гораздо реалистичнее и интереснее. Очень странная конструкция для антенны. Чисто британская. Русские вот такое не состояние были выдумать. Поработаем вот таким средством для удаления клея. Оно позволит избавиться от излишков. И избавиться от дефектов при покраске. Не будет бугорков, характерных выплесков. Наносим средство кисточкой. Ждем немного. Стачиваем лишнее. Если нужно повторить операцию, наносим снова немножко средство. Вот вы видите, клей прямо вот с мягкими такими фракциями начинает отходить. Топливный бак, он из двух половинок. Это не очень хорошо. Проливаем его большим количеством клея, чтобы справить эту ситуацию. Клея надо реально много, чтобы при сжатии половинок были выплески про расплавленного пластика. Не надо его жалеть. Мы собираем его полностью. И оставляем сохнуть. Вот такой вот бак у нас. Гнетушители. Британцы прекрасно знали про жароопасность своих двигателей Liberty. И поэтому два огнетушителя прямо на моторном отсеке очень полезная вещь. На корме очень много всякой мелочевки. Снова аж четыре крепления для буксирных рымов. Очевидно, что два верхних используются для подъема танков при погрузке на корабли. А нижние для буксировки. Также было специальное буксирное устройство для прицепов, который называется рутатрейлер. Это такая хитрая конструкция, где в колесах закачивалось топливо, а в самом трейлере возились боеприпасы. Британцы так и пытались повысить автономность бронетехники в пустыне. Но по факту использовали рутатрейлеры редко, потому что то колеса техклеят, то сами трейлеры разваливались. Но буксирное устройство ставили исправно. У бордера довольно копийная конструкция. И вообще на корме довольно много таких молочевок. Например, практически все травление идет именно на корму. Вот кронштейны габаритных огней. Самих габаритных огней бордер почему-то нам не положит. Но кронштейны дал. Ну что ж, приклеим их. В решетке системы охлаждения сразу несколько различных элементов островления. Предназначение, честно говоря, не знаю. Но ради достоверности надо поставить. Работать надо аккуратно, чтобы эти детали не провалились внутри корпуса. Потом их уже не соберешь. И на верхней части тоже есть такие вот упоры. Самое обидное, что их будет почти не видно на готовой модели. Но ради достоверности не надо про них забывать. Крепление бензопровода к запасному топливному баку торчит на самом видном месте в корме. Видимо, англичане посчитали безопасность бензопровода вторичной. Главное было повысить автономность танков. Их можно понять. Тем не менее, конструкция чисто британская. Снова на каких-то скобках. Каких-то болтах и гайках. Сам бензопровод отсутствует в наборе. Поэтому я сделал его из проволоки. Честно говоря, не люблю подобные вещи. Очень много с ними мороки. Приходится много погонять по многу раз. То проволоки не хватает. То ее слишком много. То она погнулась не там. Тем не менее, не стоит забывать про подобные элементы. Они очень сильно оживляют вид модели. И при всей моей любви к нему я их стараюсь делать. Вот вся эта подгонка очень муторная. Я прямо задолбался с ней. Так, пора ставить топливный бак. Зачистим наши стыки. Они высохли уже. И бак будет правильной цилиндрической формы. Конечно, хорошо было бы его помять. Но травление от Voyager только анонсировано. И когда она появится в магазинах, неизвестно. С ней было бы гораздо круче. Ставим бак. И теперь пора. Подключите огонь за системе танка. Я решил не придумывать велосипед. А взять деталь из набора. Благо, она вполне себе хороша. Главное, аккуратно ее зачистить. Придав ей цилиндрическую форму в сечении. Как обычно, на самом видном месте. А теперь траки. Вот тут мы будем страдать. Точнее, страдал-то я. А вы будете страдать вместе со мной, смотря это видео. Безумное количество вот таких вот толкателей, которые я стачивал стамесочкой. Если учесть, что в каждой ленте примерно по 170 траков, можете представить, сколько мне пришлось их стачить. Я работал полторы недели. Полторы, Карл! Это самая жесткая сборка траков вообще в моей практике. Где-то тихо заплакал в уголку в Восточный экспресс, наверное. Вот так вот, трак за траком необходимо зачистить. И снова, и снова, и снова. Долго, муторно и никуда не деться. Альтернатива это только фавриул. Спасибо бордеру, хотя бы кондукторы дал нам для сборки. И то траки из них норовят убежать, они очень маленькие. Но кондукторы серьезно облегчают по задаче. Без них было бы вообще трудно. Раз, зафиксировали. И теперь необходимо рассверлить проушины под полупальцы. Не всегда они стоят хорошо. Полупальцы я отделяю от ледников такими сегментами по 4 штуки. Так гораздо удобнее. Раз, и сегмент готов. Он даже вращается. Даже работает. Это здорово. Не зря трудились. Вот такие сегменты по 5 штук образуют гусеничную ленту. Фиксируем между собой. И так долго, долго, много, много раз. И наконец-то оно заработало. Труды окупили себя. Бортовые экраны обычно стоят целыми. Но это же неинтересно, согласитесь. Поэтому отделим последний сегмент. У нас будет боевой танк. Много ездивший по пустыне, воевавший. У меня как раз закончился Томиевский клей. Я купил вот такой прекрасный клей от Коля 21. Он черный, поэтому хорошо видны все его выплески, все излишки. Также видно, какие поверхности ты точно склеишь, а какие нет. И фиксирует он прекрасно. Очень рекомендую. Отличный супер клей. Мне он очень понравился. Подгоняем противопылевой экран. А потом нам надо будет сделать ту секцию экрана, которая остается на отгусочной полке. Для этого придется ее срезать с отрезанного сегмента. Линейка стрельного швард-помощь. Придется немножко повозиться. И... Раз. Еще раз. Еще много-много раз. Итак, готово. Примерили. Вуаля. Немножко клея. И наша секция будет на месте. Что, наконец-то готово? Да, почти все. Что нужно еще поставить? Конечно, зенитный пулемет. Штатно на Кроссейдере нет зенитного пулемета. Но предпринимательские танкисты снимали эти пулеметы с подбитых линейкинских танков. Например, у нас есть Браунинг 19-19. Со станком, характерным для Стюарта. Я взял его из набора Шермана для РФМ. Спасибо РФМ за такой подгон. На Шерман он абсолютно не нужен. А зато здесь он нам очень даже пригодился. Вот такая красота. Что нам нужно для езды по пустыне? Много всяких канистр и скаток. Готово. Итак, мы построили наш Кроссейдер Марк 3 в 35-м масштабе от Border Model. Что можно сказать в итоге? Это хорошая модель. С хорошей стыкуемостью, прекрасной деталировкой, логичными этапами сборки. Но у нее есть одна проблема. Это и вот эти вот рабочие траки. Причем мы все сами видели. Что будет дальше? Мы будем красить наш крузак в африканский камуфляж. Чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подписывайтесь на канал. Жмите лайк. Жмите лайк. Проверю. Нажимайте на колокольчик. И подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях, в Инстаграме и ВКонтакте. С вами был Николай Гринев. Увидимся.